Траншеи под фундамент. На нем построят здание площадью 190 квадратных метров, где будет работать земский, или как его еще называют, семейный врач. Он будет принимать взрослых и детей и находиться в прямом смысле в шаговой доступности. Владимир Евстрахов живет рядом, помогает строителям в быту. Говорит, что амбулаторию здесь ждут много пожилых людей, а даже за элементарной помощью сегодня нужно ехать в Гайкадзор. Туда ходит автобус, но сколько времени займет поездка, зависит скорее от везения. Представьте себе, если утром идет через 40 минут, потом через час, представляете столько, туда-обратно. Успел на автобус, значит успел. Не успел, значит опоздал. Люди уже приедут с рассвета, с зари, приедут сюда, не приедут в Гайкадзор, где Гайкадзор, где уже перенаселенный пункт. А здесь попроще будет нам, хотя бы рассвет Тарусина, хотя бы, ну да, врач хотя бы, поближе будет у нас. Одна из задач земского врача – наблюдать персонально за каждым, знать его историю и вовремя ставить диагноз. При необходимости пациент будет направляться в городскую поликлинику или краевые центры, если потребуется высокотехнологичная помощь. Такой специалист тоже есть, и он готов приступить к работе. Хороший, умный доктор, он совсем не обязан с ним справиться. Кадровой проблемы никакой не было, у меня появился хороший терапевт здесь. Я ему предложил, он тут же согласился. Поехал, проучился полгода, и вот он теперь врач в общей практике. Воп будет оборудован достаточно прилично для такого рода учреждения. Там будет стоять электрокардиограф, там будут стоять оборудования для осмотра ушей, глаз и так далее. Конечно, все будет компьютеризировано, подключено к сетям. Врачом общей практики в рассвете станет молодой специалист, привлеченный по специальной краевой программе. Она предусматривает выплату в один миллион рублей медработникам, которые приезжают в сельские и населенные пункты. Встречные условия – получатель обязуется проработать на одном месте и по специальности не менее пяти лет. Помимо земского доктора, сюда же в Гайкадзор по данной программе приехали работать еще два терапевта, два педиатра и стоматолог. Сегодня в ведении 4-й амбулатории 7 тысяч человек в новом филиале будут наблюдаться, проходить диспансеризацию и получать необходимую первичную помощь более 3 тысяч жителей. Открыть его планируется примерно через полгода.